Девушки отдыхают Это реалити документальные фильмы, на показух уже не работаем, мы работаем Виктория Синицына и Виктория Кацалапов 17 марта 2016 года До старта чемпионата мира по фигурному катанию остается совсем немного меньше двух недель Лидеры нашей сборной на этом чемпионате, танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов На льду и в зале работают уже четвертый час Только что они целиком откатали произвольную программу, это сверх нагрузка Она отнимает все силы Но тренер настаивает, чтобы они тут же шли еще раз повторять Все самые трудные элементы, которые у них не получились Вы должны fight, понимаешь? Это не просто физическая работа Вы развиваете и моральную свою, что я fight Тренер настаивает, чтобы ученики не обращали внимания на усталость А включили в себе инстинкт бойца Понимаешь, спортсмены, ну это Это fight с собой, это fight с соперником финально Несмотря на наш прекрасный спорт Почему Марина заставляет это делать, чтобы Когда ты проехал уже прокат, уже проделал работу Она может сказать, еще нужно сделать кусок и обязательно с поддержкой Чтобы даже если у тебя ты уже не чувствуешь там рук и тело уже не такое сильное Чтобы ты все равно смог вытащить в любом состоянии Даже если что-то пошло не так, без разницы Главное вот сделать, до конца доделать Мне нужен боец Ты очень хороший, классный парень Я тебя люблю по-человечески Мне нужен боец, мне нужен ответ бойца Ты ползешь, но ты говоришь, давай, конечно, сделаем Главное не отвечать, потому что ты только сделаешь хуже Лучше идти и сделать Пробовал ответить когда-то? Ну, конечно, пробовал Поэтому и говорю Лучше, точнее не лучше, а нужно пойти и сделать то, что говорит И у тебя нету, в принципе, вариантов никаких У тебя нету вариантов даже просто Если ты там обиделся и хочешь уйти со льда У тебя нету такого варианта Ты можешь только умереть на льду, все Маэстро Марина Зуева Самая молодая из тех, кто носит звание Заслуженный тренер СССР Все без исключения чемпионские программы Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова В том числе золотые олимпийские В 88-м и 94-м Золотые и серебряные медали в танцах На двух подряд олимпиадах Тесса Верчу Скотт Мойер в Ванкувере И Мэрил Дэвис Чарли Уайт в Сочи Все это ее постановки И это только верхушка ее работы Когда рухнул Советский Союз Зуева уехала работать в Северную Америку И застряла Много лет заслуженный тренер СССР В основном готовила конкурентов Работала с иностранными фигуристами Но... Хотела бы сделать для России Красивую пару Чтобы Россия гордилась Гордилась своей парой Гордилась, что вот такая Красивая, талантливая пара И она русская Русская пара нашла ее сама Два года назад в ее группу После расставания с Еленой Ильиных Попросился с новой партнершей Олимпийский чемпион Сочи В командных соревнованиях И бронзовый призер в танцах Никита Кацалапов Это же лучший тренер Вообще в танцах на льду И тренер олимпийских чемпионов Тренер моих кумиров Викторию Синицыну в Детройт К Зуевой он привез за свой счет Вначале сам оплачивал и гостиницу И лед, и тренировки Первый совместный сезон был совсем трудный Разная школа, разный уровень катания Разный темперамент Я могу ехать в одну сторону Еле и в другую сторону А нужно в одну И тяжело переустроиться Действительно очень тяжело Другая посадка Другой толчок Другая техника Зуева сразу сказала, что Торопиться, форсировать бессмысленно Надо скатываться, учиться Чувствовать друг друга В танцах, как показывает жизнь Необходимо примелькаться Вновь созданные пары На пьедестал сразу никто не пустит До ближайшей олимпиады Которая в феврале 2018 года Пройдет в Южной Корее Есть еще два года Время есть Раннее-раннее утро Для большинства, конечно, это еще ночь А заслуженный тренер Зуева Уже едет на работу Который час сочетается? Вот, без 15-ти 6 должно быть Лет начинается в 6 утра Я начала работать так рано С Майей Алексом Марина говорит про серебряных призеров Чемпионата мира 2016 Майю и Алекса Шебутани Зуева работает с ними С подросткового возраста Они начинали тренироваться в 6-7 утра Чтобы успевать в школу Конкуренцию внутри своей группы Марина считает сверхполезной Так, знаменитые танцевальные дуэты Верчу, Мойер и Дэви Суайт Тренировались у Зуевой в одно время И на протяжении 5 сезонов По очереди обыгрывая друг друга Взяли золото и серебро почти на всех крупнейших стартах Включая две олимпиады Режим дня Марины Зуевой впечатляет Она каждый день встает Внимание В 4 А ложится в 8 вечера Исключений не бывает Привычных для нашего глаза закрытых раздевалок Здесь нет Фигуристы надевают коньки прямо в холле Двери на арену стеклянные И это очень удобно Зуева, находясь на своем командном пункте На льду, может все держать под контролем Марина вышла на лед без 2 минут 6 И проведет тут никуда ни на минуту не отлучаясь 9 часов подряд Летом, когда идет постановка программ Говорит, бывает и дольше Тренировки идут одна за другой А перерыв на заливку льда Зуева не делает Меня удивляет ее мужество Вставать на тренировки так рано Меня удивляет ее мужество Столько летать, сколько она летает Как она питается, как она живет Как она следит за собой Она очень сильная личность Очень сильный человек Который нам передает эту свою силу У Виктории и Никиты В сравнении с тренером расписание щадящее Они приходят на каток в 8.30 Вы перед тренировкой вообще завтракаете? Ну я обычно, когда просыпаюсь, еще не готов Поэтому я в перерыве Не, ну я там чай попью и так далее Что-нибудь перекушу Тренировки у Зуевой радикально отличаются от привычной нам схемы Не случайно ведь ее школу называют академией Здесь, как в институте, у каждого ученика строгое расписание Каждый день по 5-6, иногда даже 7 уроков Только на льду В течение дня со спортсменом работают 4 человека Кроме самой Зуевой Это три других специалиста Сейчас вот с ними Джонни Джонс А чуть позже будут Олег Эпштейн и Массима Скали А на земле с фигуристами каждый день Занимаются специалисты по классическому танцу По бальным, по современным танцам А вот, например, совсем непривычный для нашего глаза урок Майкл Ли Он специалист по мимике и искусству владения телом Ну это упражнение, чтобы чувствовать друг друга, не касаясь Даже смотря в глаза, но чувствовать как бы прикосновения, но не касаясь друг друга Вот так вот Вика, Никита и все остальные спортсмены Зуевской команды приходят на каток утром И проводят там время до вечера Но даже возвращение домой не означает, что ты можешь на что-то переключиться Начиная с того, что не опасно на тренировке Это самое простое Заканчивая вот тем, как нужно питаться Это все контролируется Каждый день спрашивается у тебя С тебя то есть спрашивается Ни секунды, не должно быть времени, когда тебе нечего делать Ты всегда должен быть чем-то занят Если тебе вот совсем нечего делать Ты должен слушать музыку какую-то Что-то смотреть, какие-то видео, танцы Заниматься, тянуться, ходить в зал постоянно Дисциплина – основа всего Понятно, потому что начальник здесь – человек с советской закалкой В мире фигурного катания есть даже вот какая шутка Дисциплину можно измерять в маринах Дисциплину можно измерять в маринах То есть Зуева – эталон дисциплины Своего рода единица измерения В этом она была примером даже для олимпийской чемпионки Тессы Верчу У которой абсолютно фанатичное отношение к работе Кстати, именно так правильно произносить ее фамилию С ударением на последний слог – Верчу Она мне как-то сказала, Мариночка Слушай, ты знаешь, ты, наверное, единственный тренер в мире Который не пропустил ни одной тренировки За 9 лет Я так подумала, Тессочки Я, правда, не сказала, но подумала Побольше, чем за 9 Ни одной Ну все Я думаю, что ты в порядке, правильно? Хорошо Спасибо Так, а кто же у меня-то тут? А, Шарлотт А Нита где? А Нита у Джонни Шарлоточка Секреты ее работоспособности Режим дня Подвижный образ жизни Строгое вегетарианство Никакого мяса За 9 часов у бортика Зуева съедает несколько кусочков фруктов И пьет свой фирменный чудодейственный чай Рецепт которого согласилась раскрыть нам только под очень большим секретом Мед Лимон Немножко зеленого чая Каян Красный перец В одной группе с Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым Под руководством знаменитой Елены Чайковской В паре с Андреем Витманом Зуева дважды брала бронзу на чемпионате Советского Союза Была пятой на чемпионате мира Очень рано, в 22 года, закончив кататься Марина пошла учиться на балетмейстера в ГИТИС Свою первую ледовую постановку она сделала для соседки по дому Елены Водорезовой По инициативе которой Марину и пригласил на постоянную работу Станислав Жук С приходом Зуевой фигуристы ЦСКА очень сильно прибавили по второй оценке за артистичность Это был реальный прорыв Елена Водорезова вскоре наконец-то выиграла первую в истории советского спорта Медаль чемпионата мира среди женщин И именно с постановками Марины Зуевой В Калгари в 88-м свое первое олимпийское золото выиграли Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков Она красивая внешне и она красивый человек, Катя Это, ну, это вот первое И, конечно, воля Воля – это пример вообще вот воли Сергей веселый, компанейский, много друзей всегда Таких, знаете, называли типа пофигистом И вот, ну, извините Ну, талантливый, конечно, очень талантливый парень Очень душевный, сердечный Парное катание и танцы – это очень часто отношения мужчины и женщины Проводя друг с другом на льду и на сборах по много месяцев подряд Молодые люди неизбежно сближаются Нередко связывают друг с другом свою судьбу Семейные пары олимпийских чемпионов Татьяна Волосожар и Максим Траньков Людмила Пахомова и Александр Горшков Наталья Леничук и Геннадий Карпоносов Любовь на все времена Людмила Белоусова и Олег Протопопов Которые вместе уже 60 лет Один из самых красивых примеров в истории Сергей Гриньков и любовь его жизни Катя Гордеева Первые программы Это было ректайм Это было как Как бы как брат с сестрой Игра такая, знаете Просто веселье такое детское Потом Когда вот Ну, я не знаю, я увидела Я почувствовала, что проявились чувства Я им поставила Романтику Дальше Когда начали у них складываться Уже более близкие романтические отношения Как бы я тоже следовала Поставила Ромео Джульетту И они исполняли искренне Ставить программы, отталкиваясь от истории Или от взаимоотношений учеников Любимая Зуевская фишка В первом сезоне Синицыной и Кацалапову Она поставила тему Возвращения Гарри Мура Возвращение Никиты и Виктории В новом образе В нынешнем сезоне Произвольную программу Они катают под Андреа Бачели И это уже о другом Это ария о том, что Не важно, где бы ты была Не важно, что между нами Произошло Я всегда с тобой Я всегда готов тебе помочь Нам нравится то, что мы делаем Мы чувствуем себя такими, наверное То есть, как там говорят Какая-то искренность Какая-то нежность Какая-то определенная такая энергетика Такая легкая, может быть, воздушная Скоростная Какой-то порыв, может быть Мы так же себя чувствуем Как она нас видит Когда они приехали Я не видела любви Я просто видела, что два человека Это вот Это в этом году они вот как-то Стали так вот взаимодействовать Знаете, вот как-то Осенью скорее даже Когда они приехали Вы можете у любого тренера Вот здесь спросить Не было такого Не знаете, у меня такое ощущение Что фигуристом и хотел Хоккеистом Вика Может быть, она хотела быть дизайнером Зубным врачом Когда они знают, что прокаты Я думаю, что это самое Вот и начать трудно Катать интервалы Прокатывать программу Ну, по крайней мере Я ему дала Книжку на английском языке Секрет Я прочитал журнал Тайм, посвященный Секретным организациям Мировым А Вика Вот вы знаете, что Вы не знаете, что она читает Я давно ничего не читала Сейчас А знаете, хорошо Кто ест зефир в шоколаде? Люблю круассаны Люблю, как это называется Чиз пасты Булочки Ширные, сладкие Да, творожные булочки Буктория тоже любит сладкое Но я даже не хочу знать, что она любит Хорошо бы ничего Я люблю сладкое Поменять карьеру На пике Ну, на его Не на пике Пике, пике Но для него Для его возраста 22 года Бронзовая медаль Я считаю, что это Рискованно На ходу на поезде Я рисовал граффити Зацепивший за поезд У меня не было таких поступков Влюбиться в Никиту По-моему Рискованно Плохо кататься Не боюсь ничего Никиты Насекомых Иван Царевич Василиста прекрасные Конец Супергероя Но вот на льду Безоблачно далеко не всегда Там, где начинается работа Уже не до романтики Хорошо, Никита Давай, давай, давай Давай, давай Молодец Виктория Если кто-нибудь Начнет вас убеждать Что на тренировках Больших чемпионов Всегда тишь да гладь Не верьте Споры Стычки Так же, как в обычной жизни В любой благополучной семье Время от времени происходит Это нормальный путь к вершине Который только подчеркивает Взаимную нацеленность на результат Ты скажешь, как я тебе фразу сказал Ты мне скажешь Я тебе говорю Я сейчас буду в полную силу делать Я не буду специально делать Ничего не буду Если ты будешь висеть Как до этой части У тебя ничего не получится сделать Хорошо, я прыгну в прыжок Правильно У меня еще один поворот Почему ты меня не подождал? Как ты вышла с прыжка? Я нормально вышла с прыжка Ну спроси у тренера Я нормально вышла с прыжка Я нормально вышла с прыжка Можно меня подождать И вместе продолжить дорожку Я подождал Нет, не подождал Мы можем поругаться там на льду Ну как бы друг другу что-то сказать Такое Но Но я думаю Это бывает со всеми И у каждого без этого Невозможно Чтобы все было всегда идеально И все всегда будут счастливы Правильно, вот смотри Ответственный момент Да, как бы мы прокатываем кусок Под музыку Он не получился Все время Получался много раз Здесь не получился Что нужно сделать? Что угодно Хоть притормозить Но сохранить Часть Я сохранял где? Вот допустим Какие ко мне Вика сейчас претензии будут Делали поддержку Не исправилась Вот так же Я поймал 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 Я это Я это Сделал Там подхватил В начале круга Сделал Здесь даже продолжил Целился до конца Там вообще сзади вытащил Это не так часто бывает Но это тоже часть работы Часть тренировочного процесса И мы друг друга понимаем И даже когда кто-то может сорваться из нас Потом это Естественно нужно Извиниться Особенно Особенно это сделал Если вот этот товарищ Ты вся колбасилась Я сейчас сзади вытащил Какие вообще претензии? Я эмоциональный человек И лед это моя жизнь вообще Я там У меня все кипит Кипит работа Кипит голова Мышцы болят И порой можно сказать В плохом тоне что-то Когда фигуристы на льду Взаимопонимание в дуэте Должно быть абсолютное Вот наглядная иллюстрация Вика с Никитой Вышли на лед Сразу после того Как выплеснули друг на друга эмоции И тут же ошибка На простом вращении И спустя пять минут Когда страсти улеглись Они успокоились И вернулись к нормальной работе Ну вот, конец достойно Ну все, давайте продвигаемся Ты что, отцарапался-то? Где это? Тут так Ну вот Ну видишь, ты вчера Нету сил, нету сил Сегодня тебя несет Сегодняшняя тренировка Отняла у Вики Много эмоциональных сил Но Никита Вот настоящий Надежный партнер Всегда готов прийти Девушке на помощь Пошумел? Теперь вперед На обед Поехали Поехали Детройт сегодня Это провинциальная Америка Когда-то центр мирового автомобилестроения А сейчас город Объявивший себя банкротом Марина здесь 2001 года Именно в Детройте Начал совместную работу Знаменитый тренерский тандем Зуевой и Игоря Шпильбанда Работая бок о бок Они пришли к олимпийским победам Ванкувера Но в 2012 Тандем распался Я сожалею об этом очень сильно Но это не моя инициатива Ни в коем случае Ни в коем случае Не моя инициатива Раньше были партнерами Теперь стали конкурентами Такая жизнь Золото и серебро Сочи Марина выигрывала уже Со своей новой командой Марина Зуева Поселилась в тихом городке Кентон В нескольких десятках километров От центра Детройта На машине 20 минут Своего единственного сына Федора Марина тренировала Около 20 лет Он был чемпионом Канады Среди юниоров Потом из-за травмы Пропустил несколько лет Занимался автогонками Стал звездой подиума Модельного бизнеса С 2010-го Начал кататься с Яной Хохловой В своем первом же сезоне Дуэт Хохлова-Андреев Занял четвертое место На чемпионате России Они собирались идти и дальше Но новая серьезная травма Вынудила Федора остановиться Он окончил университет Школу высшей экономики Работает в крупной Консалтинговой компании Мама за сына спокойно Может полностью сосредоточиться На своей работе И на своих домашних делах А дома забот, как мы видим Хватает Это мистер Винстон Выражение у нас лица Не приведи Господь Это миксин Пикинис Это мишка Маймика Сладкий мишка Это миссис Морган Морган Она уже старенькая Ей 15 лет Слышите, рычит? Слышали? Мауминь Лайнхэт Банни Очень такой серьезный Но он очень боевой Представители фауны В количестве пяти голов Разных видов и возрастов Проживают с Мариной Зуевой На одной площади Марина, я вопрос напрашиваю Кренер, который воспитал Такое количество Олимпийских чемпионов А фотографии собачек? А? Не уходите от ответа Почему? Ну так уж Есть что-то общее В воспитании Животных Конечно, в психологии Но немножко отличается Живно не сильно Если честно, не сильно То есть я кое-что Да, я кое-что В общем-то Это перенос, знаете, знаний Я делаю А в чем? Можно конкретно? Ну Как сказать В нужное Русло рефлексы Скажем так Так Окей, гоу-вок Окей, гоу-вок Но пока что Фигурном катании Вроде лучше получается Так, сейчас Воспитание покажем Облаживаться Кстати, на солнышке Нормально Да Ветер, да На озере, наверное, сейчас вообще холодно Невдалеке от своего тренера поселились Синицыно и Кацалапов Вика живет в американской семье и это помогает в освоении языка У нас работает молодой человек, он тренирует И я живу и его мамой Никита снимает квартиру с очень маленькой кухней-гостиной и совсем крохотной спальней Как у нас называется в России район, вот Кентон, это как бы город считается отдельно Город в городе как будто Ну, пригород Как маленькая деревня такая небольшая Тут, в принципе, все дома одноэтажные, двухэтажные Есть небольшие магазины Выходные они, конечно, стараются проводить вместе По нашей просьбе Никита с Викой дают урок, как правильно в танце вести партнершу Главное, чтобы было крепко и надежно То есть, чтобы можно было повести куда угодно свою партнершу Чтобы она чувствовала Вот, так же и в позиции здесь Обязательно здесь должны оба упираться друг к другу в руки Не сильно, чтобы не терять много сил Но в то же время, чтобы так же можно было контролировать партнершу Чтобы она тоже могла контролировать И основной это вот этот хват Это больше бальные танцоры, наверное, практикуют это А мы у них это заимствуем и берем Вот у девочки кладется рука на плечо Локти вместе Плечи в себя И у мальчика рука под лопаткой Да, у девочки Так же можно все контролировать За духовное развитие пары тоже, естественно, отвечает тренер И в каждом новом городе, если есть время после соревнований Первым делом в музей С Зуевой вы уже поняли Не забалуешь, лишний раз не расслабишься Но и в беде тренер надо отдать должное не бросит Проверено Я помню, что я один раз заболел Я жил не здесь, а вот в этом же комплексе Только в других апартаментах И она каждый день приезжала после тренировки Что-то мне привозила там или покушать То есть заботилась как мама Балерины, почему это? Керамикой заниматься Создавать керамические миниатюры, фигуры Кофе Ее сверхсекретный чай Кофе И все Когда мы катаем интервалы Когда мы отказываемся катать Когда она заканчивается? В окружении негативных людей На катке, холодно когда? Не знаю, я не спрашиваю Наверное, какой-нибудь роман Она любит романы О, я сейчас читаю Пелевина Вот только закончила, прочитала Книга оборотня Все готовое Все, что нужно готовить Она не ест Сыроед Если отказывается от чего-то, ты лучше от красного мяса Тридцать девять Тридцать восемь Тридцать восемь Тридцать восемь с половиной Думаю правого Нет Она боится зимней Ничего Мне кажется Ей нужно сыграть себя Потому что Она и так классная Белоснежка Чтобы за мной бежал Там хомячок Граундхоук Чтобы птички вокруг меня Так Я когда спускаюсь Ну вот из спальни вниз И за мной идут пять Я и себя белоснежкой У каждого большого тренера Работающего с дуэтами Есть свои чемпионы Но есть особенные пары Которые будут помнить поколение Благодаря какой-то изюминке Благодаря постановкам Которые взорвали историю Визитная карточка Тамары Москвиной При наличии множества Других чемпионов Все-таки гениальные программы Елены Бережной И Антона Сихорулидзе Людмила Пахомова И Александр Горшков Это труд, талант Елены Чайковской Ирина Роднина И Алексей Уланов Это Станислав Алексеевич Жук А поздняя Роднина С Зайцевым А также Наталья Бестемьянова И Андрей Букин Это уже для всех Татьяна Тарасова У Марины Зуевой По-настоящему Выдающихся дуэтов Было несколько Чемпионы Ванкувера Тесса Верчу Скотт Мойер Но в первую очередь Конечно Екатерина Гордеева Сергей Гриньков С Катей и Сергеем Она была от начала И до конца Поздней осенью 95-го года Зуева прилетела в Лейк Плэсид Екатерина Гордеева С Сергеем Гриньковым Попросили ее поставить номер Для предстоящего шоу Утром На тренировке Во время проката Они сделали выброс Екатерина красиво раскрылась Чисто выехала Но в этот момент Сергей делает выброс И берется за спину И вот так вот объезжает Объезжает Едет Вот так по катку Прямо едет Едет Ложится на середину катка И разворачивается на спину Я выключаю музыку Катя ко мне подъезжает Я говорю Что-нибудь Сережа сказал Катя говорит Нет, Марина, что с ним Я до этого Курсы проходила В Канаде нельзя тренировать Если ты не закончишь Курсы первой помощи И я сразу же Как бы я Побежала Выехала на лед Начала искусственное дыхание Сергею делать И поскольку только что Вот только что Вот целый день Нас учили Как это делать Я просто автоматически все делала И я Кате сказала Что беги скорее Вызвать нужно Скорую помощь Сразу же скорая помощь Приехала Но уже не смогли Помочь Двукратный олимпийский чемпион Сергей Гриньков Умер мгновенно Обширный инфаркт 20 ноября 1995 года 28 лет Сережа была Сергеем Веселый, здоровый Красивый Успешный Такая семья Такая жена Такая дочка Вас эта история Чему намучила Вот как она на вас Павлиерла Знаете что Очень Очень сильно Что не нужно Мечтать О жизни А нужно жить Нужно жить Вот каждый момент Это радость Вот ты живешь И это просто радость Гордеевой Предлагали продолжить Выступать в паре Ей искали нового партнера Но она не стала Даже рассматривать Варианты И начала кататься Одна Этот сольный номер Под музыку Пятой симфонии Малера Который Зуева Поставила Екатерине Для вечера памяти Сергея Стал одной из самых Пронзительных постановок Мирового фигурного катания Видео этого номера Марина всегда возит с собой И иногда дает его Посмотреть ученикам Чтобы понимали Какие на самом деле В жизни главные ценности Виктория Синицына И Никите Кацалапову Она показала этот номер Когда спортсмены Слишком нервничали Перед стартом На обычном этапе гран-при И я показала Катин Вот этот номер На Одеже Эта Малера И знаете Они оба заплакали А прямо вот перед Я говорю Ну Я говорю Идите радуйтесь Радуйтесь жизни Радуйтесь Что вы вдвоем Что у вас есть возможность Вообще кататься Что у вас руки есть Ноги есть Что у вас Любовь даже у вас Есть Что у вас есть возможность Ее Как бы Выразить в движении У Никиты Талант Проникаться музыкой Проникаться Чувствами Музыки Каждая музыка Наполнена чувствами Правильно Проникаться этими чувствами И выражать их Сильнее чем у спорт Это очень сильный комплимент Никите надо много работать Над как бы другими Но это у него Очень сильное преимущество В танцах на льду И его движения Они гармоничны С любым ритмом музыкальным А Вика Она красива Благородной Классической Русской красотой Не только Внешне Не только Душевно Но и в движении У нее есть Врожденное Благородство Жеста Вот при такой Красоте Сохранить Такую чистоту Внутренне Душевную Редкостная Девушка Редкостная Она очень Очень красиво На льду смотрится Она вдохновляет На что-то Не знаю Какая-то муза Насколько для тебя важно Кататься именно с Никитой Очень важно И Я даже не знаю Как ответить на этот вопрос Это Я даже сейчас Не представляю С кем Я могу еще кататься Я просто доверяю Этому человеку Я доверяю Себя в поддержках Я доверяю полностью Полностью Я ему все доверяю И Не могу даже Больше ничего сказать Мне очень нравится Благородство Сочетание Знаете Такой Ну как Благородная пара Я иногда Сама смотрю Вот Ну у меня идет урок У меня другие ученики Глаз не могу оторвать Да Люди Профессионально Разбирающиеся В фигурном катании Обратили внимание Насколько большой шаг вперед Сделали в этом году Виктория Синицына И Никита Кацалапов Да В первых числах апреля В Бостоне На своем первом Совместном чемпионате мира Они стали только девятыми И если сравнивать С предыдущими успехами Кацалапова Конечно Результат не очень высокий Но Это ведь только Начало Их совместного пути Танцы на льду Особенный мир И добиваться Идеальной совместимости Идеального скольжения Абсолютного взаимопонимания Здесь приходится Гораздо дольше Заслуженный тренер Советского Союза И заслуженный деятель искусств России Марина Зуева Знает Над чем нужно работать В первую очередь В чем конкретно прибавлять Виктория и Никита Готовы пахать дальше Всем им Всем троим Есть что доказывать Останавливаться на достигнутом Никто из них не будет Не для того ведь все Начинали Хотите назовите это патриотизмом Ну наверное Это и есть патриотизм Правильно Я бы так хотела Чтобы вся страна гордилась Представляете Такой пара есть И вот они Выходят Все выигрывают Прекрасными программами Прекрасным исполнением Показывают силу Красоту Душу Нашу русскую Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому